Приступаем ко второму вопросу нашей лекции. Эволюция предмета экономической теории. Экономическая теория концентрирует внимание на определенной области экономической действительности. И данная область получает статус ее предмета. Корни представления о предмете экономической теории лежат с одной стороны в философии, а с другой в спорах о насущных проблемах и трудностях. Первоначальное представление о предмете экономической теории связано с экономическим учением древнего мира, которое определяло экономику как науку о богатстве, науку об умении налаживать состояние, делать деньги. Мыслители средневековья связывали предмет экономической теории с обсуждением конкретных проблем и их решения. Основное внимание при этом уделялось сфере обращения. Рождение экономической науки связывается с меркантилизмом, как первой школой экономической теории и определяется школой физиократов и классической английской школой. Меркантилисты выражали интересы торговцев эпохи первоначального накопления капитала. Предметом их научных исследований было богатство, источник которого торговля. Однако само богатство отождествлялось чаще всего золотыми и серебряными деньгами. Что касается источника богатства, то он связывался не со сферами производства и накопления капитала, а лишь с излишком экспорта. Школа физиократов определила экономику как науку о национальном богатстве и перенесла ее предмет из сферы обращения в сферу производства. Единственным источником богатства, сторонником этой школы, представлялось сельское хозяйство. Промышленников они называли бесплодным классом, не производящим нового богатства, а лишь преобразующим сельскохозяйственный продукт в иную форму. Предмет изучения экономической теории связывался с изучением государственного хозяйства, управляемого абсолютными монархами. Государственная власть виделась отражением естественных законов, познанием которых занимается экономическая теория. Представители классической английской школы расширили предмет экономической теории до исследования условий производства, накопления и распределения. Реакцией на классическую политическую экономию явились экономический романтизм, экономическое учение социалистов-утопистов, оптимистический либерализм и марксистская экономическая теория. Основная заслуга концепций возникших противовес классической системе экономического учения усиления социальной направленности экономической теории. Так, Карл Маркс 1818-1883 видел в качестве основной задачи экономической теории выяснение законов развития капитализма как исторически ограниченного общества. Маркс и Энгельс 1820-1895 создали теоретическую концепцию, получившую обобщенное название марксизм. Предмет изучения экономической теории марксизмом связывается с познанием объективных экономических отношений, складывающихся между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Такие отношения, называемые производственными, реализуются взаимодействием с производительными силами общества и проявляются как система объективных общественных законов. Изучение этих законов, согласно марксизму, и является задачей экономической теории. Фаза открытия и разработки основополагающих теоретических принципов современной экономической теории связана с господством трех школ – Венской, Лозаннской и Кембриджской. Основная заслуга этих школ – осуществление маржиналистской революции в форме элементарного анализа всех экономических актов на основе индивидуальных степеней предпочтения, выделения проблемы частичного и всеобщего равновесия. В качестве основной цели экономической теории они видели исследования социальных законов, действия которых определяют индивидуально-психологические мотивы поведения экономического субъекта. Общественные законы проявляются как арифметическая сумма действий всего множества членов общества. Современное углубление. И расширение исследования начинается с обстоятельных исследований английского экономиста Джона Мейнрода Кейнса, 1883-1946. Экономическая теория определяется им уже не как наука о конкретных предприятиях и рынках, чем в основном занимается маржинализм, а как наука о национальной экономике в целом. Главной задачей экономической теории он считал поиск эффективного и рационального использования ограниченных ресурсов. Согласно учению Кейнса, экономическая теория изучает вопрос о том, каким образом люди делают выбор в распределении редких, имеющих альтернативное использование ресурсов, чтобы производить, обменивать и потреблять экономические блага для удовлетворения своих неограниченных потребностей. Утверждение кейнсианских взглядов в экономической теории связано с формированием концепции современного либерализма в форме монетаризма, теории рационального ожидания, теории общественного выбора и институционализма. В центре внимания монетаристов находится механизм воздействия на инфляционные процессы посредством изменения денежной массы и обращения денег. Предмет экономической теории связывается с изучением законов движения денежной массы, которые объявлены первой основой экономического развития. Теория рациональных ожиданий апеллирует к способностям субъектов адаптироваться к реалиям рыночного хозяйства. Теория общественного выбора пытается преодолеть слабости регулирования экономики государством и обращается к принципу индивидуализма как основе принятия общественных решений. Институциональная экономическая теория рассматривает преимущественно организационно-экономические отношения. Становление и развитие экономической науки как самостоятельной академической дисциплины позволяет выделить четыре основных подхода в определении ее предмета. Первоначальное определение предмета экономической теории связывается с наукой о богатстве. Это определение господствовало вплоть до XVIII века. Второе определение предмета экономической теории строится на изучении общественного богатства. Оно сформулировано в XVIII веке и господствовало почти до середины XIX века. Третье определение предмета экономической теории базируется на изучении денежного или рыночного хозяйства, сформулированного в XIX веке. Четвертое наиболее распространенное определение предмета экономической теории относится к концу XIX – началу XX века и связано с изучением закономерности рационального использования ограниченных ресурсов для удовлетворения конкурирующих целей. В центре внимания экономистов находится проблема выбора направления использования редких благ.